Я, дорогой, вас все видеть, это не втягнулся в эти дороги, уже за месяц место, это хорошая за месяц. Через то мы давайте сейчас, что? Питерим наше сердце, да, Господа, потому что Господь всегда приходит туда, где есть наше бажание, что Его присутность нам потребна. Аминь. Когда мы приходим в дом, до нашего, знаете, такое усталость, дом здесь, есть дом родителей, да? И может, на земле ехать, ездить, 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 потом приезжали через эти деменции, а мы чуть-чуть таке, там, например, в лопатку и так сосел, да, мы чуть-чуть таке. Скинь, и в руки мы пришло, а мы приезжали в дом родителей. Так и мы, и еще буддистам проживали рождение свыше, мы проживали Божью славу, у меня есть дети Божьи, то мы всегда будем приходить, ждем отца, родными, чуваки, чудаку. Вот это такое чувство, где-то внутри у нас всегда что-то будет играть. И я хочу, чтобы мы с вами это всегда ценили, аминь, это важливо. Потому что Господь, Он судьбой нас для своей славы, Он судьбой нас для своего спілкувания. И мы сейчас проходим это все, это классно. Так что давайте мы откримем наши сердца. И хай мы сейчас будем приймотать судьбу. Потому что имя Иисуса Христа, женщина Елана, нам, судьбой и покрыли каждого из нас. Чтобы мы приняли свое покрытие, мы нашли свое призначение. И мы понимали, что Бог хочет для нас прямо сейчас. И это важливо, Господи. Потому что мы сидим на этом месте не для того, чтобы отдыхать или расслабляться, а для того, чтобы твоя истинка, твоя правда, твоя милетия молодая, потому что она прийшла в наше сердце и сделала нас вольными. Вольными, вольными во имя Иисуса Христа. Потому что свобода, потому что то, что ты дал, это наибольшая блага. Нас освободили. От греха пропорядка и на этом месте насолоджилися свободой. И мы еще больше будем погружаться в тебя, потому что в тебе есть свободы. Чем лучше погружаемся в тебя, чем лучше погружаемся в твою истину, тем больше мы стоим вольными. Вольными во имя Иисуса Христа. Слава тебе! Слава тебе! Друга Господа! И хай каждое слово, которое звучит, оно залишится в наше сердце, потому что враг не мог ничего бороться, слава тебе! Слава тебе! Друга Господа! Мы рухаемся дальше, да, в пизнанье истину. И мы, конечно, с вами все, что пройшли, все, что познавали, идем дальше. Те, что сегодня открывает нам, я знаю, что человек не открывает, он открывает ни, 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 а нам, потому что не может другому человеку здоровать, и человек дает самих править, никому не здоровать, и двойным девицам, думающим, что Господь, уходящий на тело Христову, аминь. А в теле Христову мы срабатывая с чем? Аминь! Обмен! Обмен! bewодительное сознание! И там, где славное место, туда следело направляя не, я не whereas Bernie. И таки мы сегодня признаем для того, чтобы быть в теле Христову существа. Сегодня мы и двигаемся дальше. Практично празматичная церковь церковь церковь, она не потребна, душа там нам, дух потребен. Некоторые дублоки вообще и не дают. А у православного она не дается, там у души, я уже не начинаю разбираться, а она говорит, это сын. Потому что мы не знаем, где еще лучше будет жить. Господь сказал, что житья наше и что будет еще? И сердце. А сердце, это что? Это есть. Евреи называли душу, они в таком как бы духовном образе называли, это сердце, сердце, сердце. Через то, мы сегодня с вами имеем каждый свою душу, яка имеет что-то свое. Вы ее трошки признали, да? С тех пор у нас что-то принесли. Друзья, правда ли, что это не просто? Жить, правда ли, это не просто. Есть люди, которые не сильные, а не умеют. Они умеют. Потому что, чтобы жить, надо силу. А силу даёт именно внутреннюю душе и переноснование, внутренние душевые основы. Мы с вами занимаемся на этой теме. Богоцентризм. Да? Что в основе всего Всесвиту лежит наш Бог. Отец, Син Святой Дух. Это называется Богоцентризм. Отец, Син Святой Дух. Кто как-то это не смещал. Мы бачили, что в нашем жизни много, мы обучаем всяких теорий, всяких вибухальных версий. Что мы там безделенки пішли, что мы там с дерева строили. Что там мы с молекулой разбили, закончили понять, что это был случайный взрыв. Но мы с вами уже, когда вы открыли Слово Божие и начали его понимать, то Слово Божие говорит, что это был случайный взрыв. И мы перейшли до взрыва с Богом. Я так замазал, чтобы я начал курсировать. Чтобы мы не забывали, что это как что-то. Чому взрыва именно мне показали взрыв? Потому что моя и ваша душа, она хорбится чем? Взрыв. Две тела нуждаются в пищи. Это физические пищи там, что у меня есть. Дух нуждаются тоже в пищи. Это молитва, это Слово Божие. Но душа, она тоже нуждаются в пищи. А для души пища это отношения. У меня есть три сферы отношения. Это церковь, семья, еще и работа. То есть эти отношения, что создавал Бог там и он нам сюда на землю. И они нас так и назначили. Это Бог, это родина и это ближний. Так, как Иисус сказал. Усюм заключается этот речь главных заповедей, на которых строится все все. Это возлюбим Бог. И возлюбим Бог. И вот мы сейчас эти отношения с нами разбираем. И вот видите, если Бог был в центре. И этот центр, который нужен мне и вам. Вы знаете, что в районе было? Что я читала Слово Божие. В районе было простое действие. Явол, вороба. Но не простое. Это было очень простое. Адам и яволы дали свою власть. Добровина отдали. Это значение. Добровина отдали. И статус все отдали. Из-за того, что дьявол гурманул. И они приняли то, что я им сказал. И мы знаем, что этот период в истории человека называется грехопадение. И по этим процессом начался. То человек вместо того, чтобы приближаться к другому. Он должен быть спотанным. В районе написано, что в прохладе дня приходилось путь. И что? Говорит за Адамом. Писал. Просто так. Сидим Адам там. Холодко приходил. Господь приходил и питал. Сынку, как дела? Тебе все устраивает? Разумеете? Может еще что-то. Да, может еще что-то для Адам. Вы знаете, что в то время, когда Адам был духовно приближенный. Он сказал Бога, потому что поднимал Иисусу Христову. Он пришел в Грехове. Он пришел в Грехове. Он пришел в Грехове. Он мог общаться с ними физически. Потому что, когда Адам был в Грехове. Он был посредниками между Господом. Это были Адамеры, которые имели доступ к человеку. Представляете? А сколько это важный человек? А я такой Адамеры не могли разговаривать с людьми. Только вишняя элита. Адамеры. И они помогали родить людину. Они научили обогоню. Все это они научили. Очень просто. Но сегодня мы про это. Мы сегодня говорим про то, что все эти отношения будут обморованы в Грехове. Все будет кинчено. Что Господь? Он признал Адама. Он говорит, что если ты не послухаешься на меня, ты умрешь. Все говорят, что это брехня, а не у меня. Потому что мы сейчас живем все другим. Бог говорит не про душу нати. Не физически. Он говорит про духовность нати. То есть у меня относительно, чем до Адама и Бога. Это страшнее, чем физически. Вот видите. Мы замечали, что много людей живут 20-30 лет. И вот этот смех распределяет ему. И приходит человек и парит женщин. Он говорит, что я не могу, я не могу. Вы знаете, я с ними встречался, с ними общался, молился. Они все говорят, что я учил его в мире. Физически. Ни в таких, кто я говорю. Это разрыв отношений. Это смерть своего Бога. Это страшно. И вот этот дом сделать это ему в мире. И на разрыв отношения к Богу. И чтобы я не мог жить, то вы знаете, что это было. И дьявол. И дьявол даже к вам не носит. У Бога не носит. Дьявол поймал свою греху. И он даёт людям. И на эти грехи строятся все грехи. Но они не имеют основ. Они не имеют духовного закону. Они не имеют юридического права. Они не имеют права. Это все ложь. Потому что через то оно ведет до чего? До греха, проблем и смертей. Сначала физично, а также духовно. Через то мы с вами сегодня блаженны. Знаете, почему? Потому что мы понимали и поверили Иисусу. Потому что Иисус как раз и пришел в наш время. Чтобы что? Могу нас вернуть в целый день. Вернуть очки до Бога. Вернуть наш взгляд на Бога. На Господа. Вернуть нас к истокам. Вернуть нас туда. А те, кто рассказывает, что двечица, двечица, это вторая техника, наука. Ура! А я только техникам не двечу. Мы относились к старикам. И какие моменты были сто тысяч человек, и шестьдесят человек. Каждый из нас хочет любви, и чтобы его любили. И все. На этом все сделается. Я хочу, чтобы мы не любили. И мне хочется кому-то любви. Все. И что тут прилипеть? Это все, что за Иисус. Внимание. Все распространяется. Дома. Приставка. И завитие. И что человек не умеет? Житие не умеет. Людина мучается. Людина стрядает. И вот Иисус. И еще чего мы Иисуса называем? Любовь распятана Христише. Так будет. Вот это и есть та льба, которая пришла до нас. И до Центра. Який снова вернул меня и вас. До себя. До Центра. В Центр. До Центра. До Центра. И из этих Украин. Мы все разъединили. После Абаба написано, как забыл чиновцы. И Бог нас все направил до себя. И вот знаете, где кто хочет от этого отректиз, 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 не может видеться. И сегодня я с вами, именно я хочу таких отректиз. Иисус. В Матвее, 11.22. Висе, 33, написано, придите ко мне, сестру Джине, и обнимите мне, и я успокою вас. Возьмите иного мое на себя, и научитесь от меня, ибо я только крестное сердце, и найдете покой душам вашим, ибо Иво мою главу, и бреде Божи легко». Это Иисус открывает духовный секрет нам, дети. Ни как мы не придем до отца, ни как мы не найдем той центре своего життя, ни как мы его построим, якщо мы не придем до кого, до Иисуса, приди до нами. Все струджены и обремененные. Вы разумеете, от себя не разумеете? Струджены и обремененные. Струджены, туп-туп. Суета нас за волочкой, любви на любви. Обременные для цеха на своем сайте. Делитесь, у себя семья нечего. У меня есть дружина, у меня есть дети, у меня есть обязанности, у меня здесь есть дом, там у меня сошелье а плюс я еще священнослужитель, у меня есть служение, плюс я еще маю гроши, плюс все, и все, и все, и все, и все. Я маю якийсь знайомый баз, маю каждую особистую. Это, представьте, это тяга. И он именно нахватывается не на плод мою, а на душу мою. Правда? Бо каждый хочет уваги. Дружина хочет уваги. Дети хотят уваги, у меня есть пятер. Чего еще хочет уваги? А мы, на ютубе, уже пятер заменяем. Хе-хе-хе-хе. Бротя учитывая, и сестры, все хочет уваги. Я бы им это время не прописал. Если бы я купил без бога, змей для цеха зробить, никто не хочет. И через то, люди берут на себя бабахту в жизни. Но через это время они не лежат уже не цеха, но они еще падают. Просто вплата, пожалуйста. Одни кидаются в наркотики, други кидаются в водочку, на водочку кидаются, правильно, фирмальный стресс. Третьи кидаются в какие-то игры, там, сегодня там и компьютерные, и раньше не было, это дома можно сесть и все время расслабляться, и не надо будет. Третий кидаются в лодку, четвертый кидаются в супермаркете, будем не снимать текст. Короче, дьяволу апреля же передумали, но это все неправильно, это все в лодку. Син не спасется, син не снимаешь стресс, син не загрузится, через то Господь говорит. Он не просто там запрошу, а он просто конкретно говорит, что это не стресс 11, не 28, он там в конкретном указании. Прийдите ко мне, если хотите свою душу, привести в покое. Вы вот засунули за эти руки, как важно это для души покоя. Почему мне важно это? Потому что в покое евреям, понимаете, что Бог там? Что это такое в природе? А еще я говорю, это покой. Суббота, покой. Это помни, когда мне 6 дней суетились, в них фу. Один день приходил у него из работы и сказал, что все ничего не делали. Даже кушать делать и все. И приходит в покой. Для чего? Бо в цей день он говорил Господь. Представляете? В цей день он говорил Господь. И им этого хватало на целый день. Честь пророков говорит, честь его учителей. Наши. Представьте. Бог нам даровал Духа Святого. Я чувствую. Чтобы ваш покой был 24 часа в сутки. Семь днём в тюрьму. Потому что Дух Святый – это живитель сущий Бог, который находится в моей жизни, чтобы давать мне субботу. Чтобы я не жаловала предвидение нас. И вот сегодня. Да мне часто приходят люди и упоры, люди говорят, что они ходят. И говорят, что они идут в боль, а я садю с ухо и говорю, «Ну, какие слова, какие кошки? Я в хуже ситуации, я могу взяться. А кто такой цель закричит, такой слухой? А что же он говорит о себе? А что он говорит о себе? Чому они для меня не стоило гризи, не дитя кошек? Они для меня благословенны. Я всегда вовремя на миссию, что Господь забрал моё время, мое население, и сегодня мои дети и родители. Я не думаю, как они на планете людей занимаются. Я думаю одно, как почути голос и пойти в правильное направление, и сделать то, что он хочет, а все остальное не может. Все виноват. Все виноват. Да, сначала я думал, что это фикция, но уже же смерть люди, я понял, что это реальность. У каждой, которая приводит к Богу, я вам приводит к Богу, а ты уверен, что так будет, а ты веришь, что тут написано, и так будет. И ты, конечно, трошки кромахишь. На одну коля, двое, на два. И кидаешься в работу, кидаешься в какие-то достижения. И хочешь... Уже знаю историю. Уваги, когда все не даст, как ты говоришь, вмануть вас, на сколько было все еще за цей государственной службы. И их просто с двух метров. Кто-то кинулся здесь в работу, скажет, что да, они исчезли, они развивались. У нас теперь в нашем районе было раз, два, три, пять священников, сегодня в Одессе, в Одессе, в Одессе, в Одессе. Здесь мусор, как говорят. Там ту и шелест, и шелест. Раз в небесе. Не, мама. Чего? Я с вами. Я с вами могу себе. Если вы хотите быть в центре. Если вы хотите все время спорятать на Отца, на Его славу, и мать Его в себе на кухне, и за столом своим, то Господинка придит домой. Тодинка сидит с вами на кухне чайками. Вот это такое инструкторское место. Все стоят и перечискивают. Не открывают. Да чему? А я хочу, чтобы кто-то ничего не открывал. Или не пришел, или не побачил. Вообще, ваша волопытница – это она свобода. Чего? Потому что они вам дать мудрость, я проработал эту волопытную для Бога. Ваша семья для вас на свобода, она не премьет. Ваш муж для вас не будет за блудера, а он будет братом по вере, и будете разумоветься на Вимху. А не, он будет приходить и строить погоду после встречи с друзьями. Но мы часто это делаем сами. Своими силами. А я хочу, чтобы мы пошли в сторону и позволили Иисусу это делать. Вы меня понимаете? Чисто Господь не говорит. Понятно, что это физически. Иисусу это делаем. Иисусу это делаем. Иисусу это делаем. Иисусу это делаем. Не можно. Тут включается что? Моя вера, пожалуйста. А мне? Без цели не может. Я поступил в это слово, которое я снимал в горы, и я начинаю верить. Дивиться. Вы сказали так, ну, это, может, роднятки, наконец-то. Я всегда подтверждаю гуманами и сказали, я хочу вам сейчас с Ветхого Завета дать мне носок. Иисусу. Знаете? Мы практически говорим про наше время. Мне было бы пророчество для нашего времени. Прикрони, вот это 51-3, прочитаю вам. Прикрони ухо ваше, прикрони ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменный милости, обещанный Давиду. Ну, что же здесь похоже на Бога? Завет милости для Бога Иисуса, потому что это не закон, який был Моисеем, а завет милости, вы знаете, что далекая Бога милости. И Господь хотел построить в Синию не Моисеем храм, а Давида, но не вышло. И сегодня мы с вами, вы знаете, что мы делаем? Реформа конституции. Мы строим храм Давида, стене Ю Давида, это стене милости, потому что православная церковь, она почему-то развернула закон, поставила шерму, только в виде стены за всех святых, занесла свята святых внутри, захопала, мы с вами это делаем, что вынести и поставить в это, вы понимаете? Это все одно, просто с разных сторон, я вас хочу подвести, со стороны не духовных вещей, а со стороны нашего душевного Божия, понимания. Если человек душою взрит, душою прийме, уже никто не сможет завести святую истину, потому что оно входит в вас, оно пропитывает вас, вы начинаете этим жить. Помните притчи, в начале твоей стихии из притчи, что, если ты в начале юношу наставишь на путь истины, то и в старости ни что, не собьется с пути. Это важно ему наставить, а Господь хочет на ней вас наставить, Он хочет дать моей вашей души жизнь, потому что написано, Исайя говорит, послушать, и животные душа ваша. Пойдите ко мне. Пойдите ко мне. Пойдите ко мне. Вот как вы думаете, что для вашей души сегодня мы цели? Вот как, когда вы получили зарплату, вы получили зарплату, и берете эти деньги, такие деньги, даже как упак, еще не бывает. Какие процессы не бывает. Почему? Рука начинает пути, сердце приступает. Исайя говорит, песня, знаете, что я лично буду спевать, что это нежное срушение денег, понимаешь, что нежное срушение, да, привозит душу, стреки платы. Топ-топ. Мы сегодня христианны, не имеем. Мы не говорим, не брать, не правы. Стоп-топ. 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 Потому что сам не смыкай, что золото и серебро отвечают за все. Так? Давайте пожинать, из-за них. Так что мы таки правы, не святки. Вот скажем, церквение и ничего не будет. надо нам работать, надо нам финансовое обеспечение, надо. Что мы все? Мы это знаем как богатые царями Бога, богатые царями Бога, то что между Соломон и Давидом мы сами и сами присутствовали. Я хочу вам сказать, что все формируется не там, а вот тут. Потому что вот тут заложено бедность, вот тут заложено нищета, вот тут заложено безбратство, вот тут заложено бездельность, вот тут заложено все, так сказать, не бездельно. Очень просто. В Великом Завете кто целый мир или престолу Якова, помните, когда я отрабатывал за свою жену. Семь лет, то мне все. Потом шесть, семь лет. Третья, октябрь. Тест. Третья, как нашел. И куда этот носок, то он еще рябаньки, я принял ее избирал. Все белые ему любят. А у него фундовую сетку от него ты вообще делал вот это рябанька. У него вот и речки. И кто-нибудь носок, тоже положение, ты у кого есть. И он все приходит, кто говорит, где я здесь? И вон я пошел деться рябаньки. А чем бать начали несколько лет? Почему? Потому что даже скотинка имеет живую душу. И она смотрит что-то, что-то видит, и она преображает свою жизнь. Тем более, мы, творение Божие, мы, самая высота и высота, мы можем формировать то, что мы видим. Если я жил в нищете, в моей батьке, в меня, в моей батьке жил в нищете, и я все время батик, и я вокруг живу в житя и начинаю жить. А мне она не научила, что можно жить именно мало. И еще знала, что я не могу. Но Господь пришел, чтобы забрать проклятие, аминь, и забирает все, все, весь тяга, аминь. Аминь. Для чего? Чтобы запомнить зачистить и показать свое. Аминь. Показать свое. Через свой прибыл на грех. Прибыл на, говорят, мой грех. Мои неудачи. Мои проблемы. Мой умственный стан. Мой физический стан. Мой финансовый стан. Прибыл. Аминь. И сказать, давайте начнем с нового. В чем? В умственности главное. Потому что не хочет, чтобы на все мамы рады. И финансовое обеспечение. И ваше тело было здоровое. И ваша душа была мирная и спокойная. И ваша душа была сильной. И в них в духовном мире сражаться. Я придумал это. Чему везде у пятен православная. Вера. 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 Верую. 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 Верую в отца. Верую в жена и духа с тобой. Для чего? И мы говорим, мы верим Три-единому. Почему? Потому что помните, в начале я сказал, что Бог Три-един. Для чего мы на этом делаем акцент? Навище? Чтобы мы приняли Бог, что мы в Риме тоже Три-един. Потому что у меня есть душа, у меня есть тело и у меня есть дух. И если эти три есть планы между двоей в войну, то я сказал, что ничего не состоит, если оно внутри себя не сдается. Если тело противится духу, а дух противится телу, то это уже жизненная война. Я говорю, это можно? Не можно? Я тоже думал, я могу. Это все по жизни. Но я вам скажу, и вы тут не раз переживали, то вы приходите, и ваши тело планы и нервничны. И вы молитесь, и оно начинает исцеляться. Но оно другое. Сидит, но ничего не болит. Ему доброе. И оно соглашается и ходит в церковь. Оно соглашается и с Богом. Оно ему доброе. И оно начинает причиняться духовным принципом. И он начинает и сэпать. И сэпать, и они словно не обрекаются. Потому что за предыдущей ход церковь, может быть, знаете, что тело церковь было. И оно и сэпать не обрекаются. Но, оно доводится. Потому что, когда оно без Бога, и оно скротает больное мучение, то они его зашивали, то они его зашивали. И оно зашивали. Вашему духу церковь. Почему у нас дезеремония? Почему у нас разбалансировка? Потому что душа была в центре. И оно не знает, кого выбрать. А оно духовное. Что мы читаем. А голову физическую, которую мы начинаем, воно по рукам. И воно видно. Разрывается. Потому что святить себе. Чи духу. Чи телу. Но, когда приходит это понимание, когда приходит сила, может, душа и рамония. Такое тело начинает перелепляться до души. А душа его направляет до духа. Читал я. Не помню имя одного священника, дореволюционного. Я там, книга «Мое рождение в господи». Завучит имя. Я там такие моменты. Возвращение. Да. Я прошу вас. Ну, я не думаю имена. Я просто багато все. Я говорила, что русские имена. И они фразы там запомнились. Воно мне сидит. Он сказал, я вечером стою на вечеринке во служении. На молитве. И говорит, почему приходит в себя, когда на дворе в полдня прошу. Я говорю, я... Это просто тревоги на вечеринке. Вечеринка вставила всему день на молитву вечеринке. Православный церковь. Вечеринка вставила всему день. И он даже на другий день в обид приходит все. Вечеринка вставила всему день. Что у тебя такое? Что его тело погружало всяко. Возвращение. Да? Кто-то может быть религиейством. Мы не можем. Но кто-то мне сказал не. Знаете, кто это сказал? Это дьявол сказал. Вот он еще не хочет, чтобы мы нас сложили. Чтобы полнотою, красотою. И чтобы было так дежки. Вот так вот дежки. Здесь там хав, там хав, там хав, там хав. А Бог хочет, чтобы мы полностью есть. Посмотрите. Нам было привилегием служить в реформатности церкви. Почему это привилегием? Я говорю. Вот так сейчас. Простите свои мнения. Мы с нами. Почему у нас это привилегием? Потому что сегодня все общество, чтобы кричать, потребна реформация, потребна перестройка, потребна жизнь новая. А мы с вами все не даем. Мы все не шукаем, не даем. И мы будем, я вам скажу, ум, мэри, модны. Всегда. Потому что не всегда мы впереди. Мы будем говорить так, что мы все думаем, а мы все знаем. И я вам сегодня говорю не то, что сегодня знают это, а это что завтра у них. Потому что целые годы они сегодня для вас, чтобы вы начали реформацию. Не можно. Где это они будут? Че это будет в север-дороне на слухах? Че это будет в автобусе? Че это будет в поезде? Че это в самолете? Че это на улице? Мы будем теперь впереди. Че мы? Реформация Божья, она всегда была, ей и будет. И мы богатого покажем, о, плазом поможем. Да? Чему люди стоят плазом? Потому что они реформат. Они реформируют. Они отказываются от религии, отказываются от старого, идут впереди. Понимаете? Все будет непотребно обществу, что? Новая семья. Видите, это еще и точно. Браки. 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 Яки браки? Гражданский. Гражданский брак. Вам потребность? Это проклятие. Выхопание, как я нам зацепиться в этой группе. Что у тебя уже, может быть, две мамы, два дата. Вы понимаете? То, кто... Принципы, яки Божьи, они нарушаются, уже в две руки венчают ромо-сексуалисты. Венчают литвия. Но мы тут с вами все невидимательно и просто сидите. Ни. Названо. Завтра. Идем. Вы можете прийти. Я хочу, чтобы вы понимали свои статусы. Потому что, если вы понимаете себя, понимаете эту душу, которую Бог вам вложил, и научитесь все это приеминять, тогда Бог прийдет и еще позже научит. Аминь. Как вы думаете? Слава Божа на кого приходит? На тех, кто чует Бога. На тех, кто ходит под Его гром, в Его замык. Ученики Иисуса чем отличались от всех остальных ученых, которые были в Иисусе? Вы знаете, что Иисусе очень много ученых был. Но только двенадцать с ним осталось. Чем они отличаются от всех остальных? Тем, что они дослушали до конца. Они приняли Иисуса все до конца. И как думаете, когда он ходил по земле, он им про духовные вещи рассказывал? Вот заметьте, когда он ходил на земле, он им рассказывал про душевные вещи. Но когда он пошел и в день 50-ти прийшел Святой Божий Дух, Дух Святой уже начали учитывать ученям духовных в глубине беспокойной. А Иисус рассказывал про жизнь, как жить, как любить, как прощать, не волосерствовать, давать, и не убивать все равно не обижаться, не нарядить, понимаете, три года плоти, чтобы явить мою ученицу принцип Божий Божий дитин на земле, как она должна быть. А Дух Святой это уже было после этого, который побег в глубине, который начал открывать после отхода Иисуса Христа. Когда Он не пошел до Отца, появились послания в значении Петра, духовного, Павла и все Государственные пропусты. Мы все из них червали духовные речи. Но Иисус пришел, чтобы явить себя. Помните, Исайя говорит в имени Господа таких характеристик Иисуса «Винь, льна поляще вне запасы». И что? «Трастины надломанные драма». Все! Это Его Сам Души. Это Его Сам Души. А как представьте насчет духовного Божьего Господа? Иисус переводит книги, Исайя и читает. Помните все нам «Дух Господень нам нет! Он помазал меня! Освобождать, измучить, тремя отпустить, и так дальше». Я, дословно, не помню, цитирую, но я для чего это не сделал? Потому что Винь сказал такие слова твоего повесения начали по-нашему прислывать на езжать на него. Винь сказал такую речь «Я ничего из себя не робить, так что успокойтесь. Я робил то, что робит мий отец, и говорит отец то, кто отец был, и он робил духовные речи, отец. А что Иисус робил на земле? Он являл сына Божьего. Аминь? Винь являл сына Божьего. Винь являл дочку Божьего. Потому что Винь для сына и дочки Бог отец Бог. Божьего. Но без дочери, отец Бог.